Я хочу вам представить ещё одного человека. Ну кто он такой и зачем он сюда пришёл, он, я думаю, скажет сам. Сергей Соседов, студент фокусы журналистики МГУ, решил попробовать посмотреть на вас, показать себя, то, что получится. Вот за этим. Дорогие друзья, 23 мая 2023 года свой 55-летний юбилей отпраздновал известный музыкальный критик и журналист Сергей Соседов. Также он известен публике как член жюри телевизионных песенных конкурсов, ведущий и автор скандальных и редких высказываний в адрес начинающих исполнителей и популярных звёзд. Давайте же узнаем интересные факты о Сергее Соседове. А у меня как раз много претензий к этому номеру. Во-первых, почему в минусовой фонограмме такие сильные бэк-вокальные пачки, колоссальные? Певица практически могла ничего не петь вообще. Будучи ребёнком Сергей Соседов стал посещать музыкальную школу, учился игре на фортепиано, а также пел в хоре. Знаменитость вспоминает, что с ними серьёзно работали, учили разбирать симфонии. Критик убеждён, что эта подготовка стала серьёзным подспорьем в его дальнейшем будущем. Музыкальные вкусы Соседова сформировались под влиянием таких звёзд эстрады, как Алла Пугачёва, Мусима Гамаев, Валерия Бадзинский. В числе любимых групп оказались Квинн и Абба. Пугачёва – это, наверное, главное разочарование моей жизни. Потому что то, что она сегодня делает, это непозволительно для такой певицы, которая была на таком пьедестале. Непозволительно так падать, так низко. После школы он хотел поступить в музыкальное училище, но там не оказалось фортепианово отделение. Сергей не видел себя в роли композитора, а играть на баяне или балалайке не умел. Поэтому решил идти в дирижёрское хоровое. Однако туда поступали всего два парня, и приёмная комиссия спросила у Соседова, кем он себя видит в женском хоре. В итоге Соседов остался в девятом классе, о чём ни разу не пожалел в дальнейшем. Девочки меня не интересовали как сексуальные объекты. Собственно, и тогда этого не было. И сейчас это тоже, знаете, как-то тоже нет. Первое интервью. В числе интересных фактов о Сергее Соседове и его интервью с Эдитой Пьехой. В юности парень хотел поступить в МГУ на филфак, но не набрал нужное количество баллов. После этого Сергей устроился подрабатывать курьером в печатном издании «Гудок». Здесь он попал в коллектив, состоящий из журналистов старой закалки, которые говорили вчерашнему школьнику, что ему тоже стоит попробовать начать писать. Однако в то время Соседов даже не мечтал, что добьётся успеха в этой профессии. Тут же в 1988 году была опубликована его первая серьёзная работа – интервью с известной эстрадной певицей, на которое он решился по просьбе коллег. Эдита Станиславна в то время ввела музыкальную программу к своему 50-летию, которая называлась «Мои друзья». Концерт произвёл на Сергея неизгладимое впечатление, и он отправился за кулисы, чтобы побеседовать со звездой. У Эдиты Пьехи не было времени, и она назначила юноши встречу в другой день, пригласив в Ленинград на свои концерты. Он решил тщательно подготовиться к разговору, понимая, что второго шанса не будет. Зато интервью, названное лучшей публикацией номера, соседов получил премию в 75 рублей. Эту работу Сергей и спустя годы считает большим успехом, а сама певица позже прислала Сергею благодарственное письмо. Любопытно, что за труд курьером ему тогда платили 70 рублей в месяц, это была минимальная зарплата в Советском Союзе. Мне ни один деятель шоу-бизнеса не помог копейкой, когда мне было трудно. Конфликт с Лазаревым. Продолжает подборку интересных фактов о Сергее Соседове то, что однажды у него случился конфликт с Сергеем Лазаревым. Популярный певец потребовал выгнать критика из студии во время съёмок шоу Андрея Малахова. Сам журналист рассказал, что ему до сих пор неизвестны причины такого поведения и отношений звезды. Ведь он никогда ничего не писал о Сергее Лазареве, кроме случая с критикой песни, с которой артист поехал на Евровидение в 2016 году. Соседа в прямом эфире Бориса Корчевникова сказал, что композиция хороша, но не выдающаяся, подходящая под стандарты конкурса и не более того. Журналист считает себя неконфликтным человеком и утверждает, что не затаил обиду на тёску после того случая. Я человек очень мягкий, но если задеть меня, пух и перья полетят ото всех. Пух и перья. Вот так все пойдут в разнос. Жизнь с мамой. В интервью соседов рассказал, что живёт с мамой в двухкомнатной квартире в одном из районов столицы. Мать Антонина Петровна пенсионерка, в прошлом инженер-техник. Она балуется и на заботы, и остаётся для знаменитости единственным и любимым человеком, способным понять и принять все его слабости. Сергей также говорит о том, что его мама – это подарок судьбы, подобное ещё надо заслужить. Ещё знаменитость подчёркивает, что ему нравится быть свободным человеком, но при этом он не хочет жить в одиночестве. Была ситуация, когда у вас была взаимная любовь и настоящие отношения? Нет, такого не было. Драка с Лерой Кудрявцевой В конце 2021 года Сергей Соседов и телеведущая Лера Кудрявцева стали героями обсуждений в виртуальном пространстве. В сети появились скандальные кадры, на которых видно, как, будучи судьями популярного музыкального конкурса, знаменитости устроили потасовку. Ведущая и критик решили выяснить отношения, используя в драке попавшиеся под руку воздушные шары. Однако вскоре стало известно, что вызвавшее резонанс видео было постановочным и снято для нового клипа Вики Цыгановой. Позже были опубликованы другие кадры, на которых Кудрявцева и соседов вместе с другими звёздами мирно и дружно сидели на диване в студии. В подписи к снимкам сообщалось, что вскоре публику ждёт сюрприз. В завершении подборки интересных фактов о Сергее Соседове стоит добавить, что в мае 2023-го журналист в очередной раз стал героем Кудрявцевой на шоу «Секрет на миллион» в честь своего 55-летия. В 2018-м Лера и Сергей уже беседовали на сокровенные темы и обсуждали личную жизнь музыкального критика. Что вас ждёт? Меня ждёт? Не знаю, да, я думаю, что меня ждёт, наверное, всё то же самое, что и других, только в более таком тяжёлом варианте. Одинокая старость, одиночество, наверное, бедность. Не хотелось бы, конечно, в это верить, но, наверное, от бедности я тоже никуда не уйду. Не хочется, конечно, в это верить, но будет всё печально. Я понимаю это. Продолжение следует...